Федеральными коллегами Вести Ульяновск продолжает знакомить вас с новостями нашего региона. В студии Наталья Степанова. Добрый день и в этом выпуске. Помогают ли многофункциональные центры? Удобство принципа единого окна проверяет народный контроль. Показатели растут. 2016 год стал благополучным для Ульяновской области. До шести лет за азарт преступники развивали сеть игорных заведений. Продолжение следует. Зачастую приходится собирать самостоятельно. А вот Алексей Хлынцев даже в электронную очередь попасть не может уже несколько дней. Он не может начать процедуру оформления в собственность гаража. Как мне пояснили, выдача талона выдает компьютер, компьютер якобы не выдает в день регистрации, дает как бы на следующий день. Факт? Талон не получаешь на руки. Прихожу на следующий день. Сегодня, например, пришел. Талон опять компьютер пишет на другое число, на восьмое. Я говорю, вчера приходил на сегодняшнее, сегодня на завтрашнее. Когда я получу талон? Ответа нет. Мы получаем обратную связь исключительно от граждан. У нас работает единый мобильный номер телефона, куда могут каждый желающий позвонить, либо написать посредством той же самой обратной связи в интернете. И мы быстро, качественно, оперативно реагируем на это. Этот муниципальный центр в Засвияже ежедневно принимает до полутора тысяч клиентов. Для посетителей открыты 44 окна. Активисты народного контроля отмечают масштабы и комфорт самого помещения МФЦ. И в то же время трудности доступа для маломобильных групп граждан. Обратили внимание, на детскую зону здесь отсутствуют констовары. Во всех МФЦ Ульяновской области мы на такие мелочи, но очень важные для людей мелочи, количество посадочных мест для людей, детские зоны, качество представления информации, санузлы для посетителей, доступность для инвалидов. Мы будем очень внимательно обращать внимание. Ну и, конечно, профессиональные сотрудницы и сотрудницы. Потому что очень важно, чтобы они быстро работали, качественно работали, и жители получали хорошие услуги. Такие проверки специалисты продолжат до 10 февраля. Недочеты в работе будут выявлять не только в городских МФЦ, но и в учреждениях по всей области. Всю собранную информацию для анализа отправят в Корпорацию развития интернет-технологий. Замечания и предложения могут озвучить и сами ульяновцы по телефону «Горячая линия». В Ульяновской области появилось первое коллекторское агентство, которое вошло в государственный реестр. При этом профессиональная служба взыскания «Финколлект» уже много лет является подразделением одной из организаций, которую выдает займы. Причем «Финколлект» занимается ведением документации по всей стране. И, как заверяют в агентстве, вся работа проходит именно в офисе посредством звонков и общения с должниками через интернет. Некаких угрозах и выездах на местах, с чем обычно ассоциируются коллекторы, речи не идет. Общая численность сотрудников – около 300 человек. Не только мы, но еще и другие профессиональные коллекторские агентства, они уже давно работают по тем правилам, которые сейчас просто закреплены в законе. И мы знали о создании закона, мы участвовали как члены НАПКО в создании этого закона, поэтому для нас практически ничего не меняется. В первую очередь, должно поменяться для серого рынка. Либо свернуть свою деятельность, либо, к сожалению, будут продолжать портить рынок, портить наш имидж. Официальное вручение свидетельства о внесении Ульяновской службы взыскания долгов в госреестр прошло в здании управления судебных приставов по нашему региону. Руководитель ведомства Андрей Тагаев назвал это событие значимым, ведь Ульяновская область на сегодня стала лишь одним из 14 субъектов федерации, где действуют лицензированные коллекторские агентства. Во-первых, они вышли из теневого поля, нам проще их отслеживать. Плюс ко всему, уже на сегодняшний день поступило 22 обращения на действия организации данного направления. Я думаю, что это будет действительно очень хорошим примером для других организаций, учреждений, оказывающих такие услуги для того, чтобы выйти из тени и действительно начать законно работать на территорию Ульяновской области. На сегодняшний день в России существует около 600 коллекторских агентств. После введения обязательной процедуры лицензирования их останется, по оценкам экспертов, около 100-150. Остальные просто не смогут получить документы, так как не соответствуют новым требованиям. Срок до 6 лет лишения свободы грозит организаторам незаконных игровых точек. Сотрудники полиции год назад задержали группу из 6 человек. Все они подозревались в организации и проведении незаконной азартной деятельности. По версии правоохранителей, двое жителей областного центра создали целую сеть игорных заведений на территории Ульяновска. Один из них занимался координацией деятельности, распределением денег, а второй – технической стороной вопроса, приобретением и наладкой игрового оборудования. Оставшиеся четверо искали места для будущих залов. Пресечь противоправную деятельность сотрудникам полиции удалось в феврале 2016 года. Доход от деятельности 12 игорных точек составил более 9,5 миллионов рублей. По результатам оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками следственных органов Следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области было возбуждено уголовное дело. Сейчас уголовное дело передано в суд. По закону незаконной организации проведения азартных игр карается лишением свободы на срок до 6 лет. Показатели растут, экономика стабильна, а регион продолжает развиваться. Аналитики Ульяновской области подвели итоги 2016 года. Результат говорит о росте основных социально-экономических показателей. Подробнее в репортаже Елена Тимониной. 2016 год успешный и яркий, говорит статистика. В Ульяновской области на протяжении последних 10 лет неумолимо растет индекс промышленного производства. За последние 12 месяцев этот показатель составил 101%. В производстве оборудования результат более 120%. На площадке промсервисов, что в Димитровграде уже четверть века, занимаются разработкой и производством приборов учета, созданием систем диагностирования оборудования и управления производственными процессами. Предприятие следит за энергоресурсосбережением в организациях практически всех отраслей экономики. В 2016 году здесь почти на 40% увеличили объем отгрузки готовой продукции. Чтобы было понятно, мы где-то четвертые, пятые в списке производителей России по расходам. Но все это Санкт-Петербург, Москва, из райцентра только в. На рекордно низком уровне завершили год по показателям безработицы и просроченной задолженности по заработной плате. Темпы роста заработка ульяновцев на протяжении всего 2016 года превосходили среднеокружные темпы. Таковы результаты исследований Ульяновского научно-исследовательского института изучения проблем региональной экономики. «Минимальный уровень инфляции, мы его выполнили или, скажем так, достигли того уровня, которого хотели. Это говорит опять о стабильности тех финансовых решений, которые были приняты. Еще показатель, который я хотел бы отметить, это рост заработной платы. Конечно, 1,5-2% это немного, но, и опять же, мы одни из немногих, кто смогли это показать. Это в первую очередь, я считаю, говорит о том, что у нас очень серьезный инвестиционно-привлекательный климат. В сельском хозяйстве регион в лидерах по валовому сбору зерна. Впервые в новейшей истории Ульяновской области в регионе введено в эксплуатацию почти миллион квадратных метров жилья. Такие показатели фиксировались лишь в советский период, во времена строительства авиастара. Естественно, что во всех сферах есть нерешенные проблемы и трудности. Но те, кто сегодня у штурвала 73-го региона, точно знают, как их решить. В этом-то и задача власти обеспечить диверсифицированную экономику. Если кто-то падает, кто-то поднимается, компенсируется. И бюджет, и система не должна страдать, если у конкретного бизнесмена, у конкретного производителя есть локальные какие-то проблемы. Один из главных аналитиков областного правительства признает, что те амбициозные задачи, которые ставило перед собой руководство региона в части социально-экономического развития, выполнены. Причем результат превзошел все ожидания. Елена Тимонина, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Промышленность, культура и спорт Ульяновска заинтересовали Республику Казахстан. Делегация Актюбинской области побывала с рабочим визитом в нашем регионе. В рамках встречи обсудили взаимодействие в развитии агропромышленного комплекса, сферы инноваций и социокультурной сферы. Это вопросы, которые составят основу дальнейшего сотрудничества двух городов. Нас очень заинтересовало промышленное производство, то, которое они осуществляют на территории своего города. Полезные ископаемые. Проехали они промышленную зону нашего заволжья, поэтому их заинтересовала и встреча с представителем бизнеса нашего города, для того, чтобы они готовы под очень льготные кредиты предоставлять площади на территории Актюбинской области. Поэтому мы сейчас нарабатываем соглашение. Основные точки нашего направления сотрудничества – это будет в первую очередь культурного обмена. В Ульяновске сконцентрировано очень много компаний именно в IT-сфере. Это говорит о чем? Что уровень образования высокий. Актюбин тоже планирует создать умный город. Так что я думаю, в этих направлениях мы очень сильно посотрудничаем. И, конечно же, спорт. Итоговое соглашение о сотрудничестве Ульяновской и Казахского октобе планируют подписать до конца этого года. В Сурском районе грядет модернизация ЖКХ. В первую очередь это коснется районного поселка и села Острадамовка. В Сурском центральной больнице устарела котельная. Ее построили 30 лет назад. Но ее оборудование пришло в негодность. А само здание, находясь на возвышенности, потихоньку сползает. Поэтому мы определились, выделили буквально рядом земельный участок. Будем ставить блок-модульную котельную. Суммарный может 1,2 мегаватта. Два котла по 0,6 мегаватта. Поставим на телемеханику. Безоператорный режим. Это вполне достаточно, чтобы обеспечить с половой энергией два существующих зданий ЦРБ. Другую блок-котельную, но мощнее построят для других объектов. В их числе бюджетные учреждения, общежития и многоквартирный дом. Не оставят без тепла Острадамовскую участковую больницу. Согревать ее пациентов будут два новых спаренных наружных котла. Они будут работать на газе, который в этом году придет в село. За работой теплового оборудования будут следить областные коммунальщики. И оно уже будет находиться в областном ведении. И вся эксплуатация, содержание этого имущества будет выполнено за счет облкомхоза. Сам облкомхоз войдет в состав Государственной корпорации развития ЖКХ. Новую структуру создадут для повышения качества коммунальных услуг. 5 февраля день памяти Александра Матросова. Ко дню рождения героя в Центре творчества имени Александра Матросова детям рассказали о подвиге нашего земляка. Он воспитывался в Ивановском детском доме Ульяновского района. В сентябре 1942 года был призван в армию. 27 февраля 1943 года героически погиб в бою. За образцовое выполнение боевых заданий, командование и проявленное при этом мужество и героизм красноармейцу Александру Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Таким людьми надо гордиться, которые были у нас, и жить на примере подвига. Когда мы рассказываем о героях, о детях, о героях, которые совершили подвиги во время Великой Отечественной войны, у детей загораются глазки, дети с удовольствием все это слушают, и все-таки что-то у них остается. Дети о подвиге советского солдата слышали неоднократно, рассказывали им об этом еще в детских садах. Он совершил очень героический поступок и умер, не щадя себя. После дети возложили цветы к памятнику героям. Следующий выпуск программы «Вести Ульяновска» 18.20 представит мой коллега Владислав Витковский. Я же с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. До свидания. Сейчас в Ульяновске минус 20 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60%. Ветер северо-западный 8 метров в секунду. Продолжение следует...